Программа новости в эфире. О событиях к этому часу расскажут корреспонденты Оркин Медиа. Я Ольга Сивуха. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Городские планы. Аким Балхаша рассказал ветеранам, когда в городе будет налажен полив. Они килы уже. Наши четвертые планы уже заведены. Льготные места в колледже Балхаша появились 20 грантов на обучение. Студент любого учебного заведения средне-технического может перевестись в наше учебное заведение. Золото с большого ринга. Балхашский боксер стал двукратным чемпионом Казахстана. Соперник был очень сильный. Аким Балхаша встретился с ветеранами города. Городоначальник вместе со своими заместителями и руководителями отделов отвечали на вопросы старожил. Встреча прошла в Акимате. Сначала Александр Аглиуллин дал разъяснение по вопросам прошлогоднего собрания. Тогда ветераны просили заменить старые мусорные контейнеры и перенести их в другое место на улице Басиитовой. Старожил города волнует состояние городских дорог, а также асфальтного покрытия в сторону нового кладбища. Аким пояснил, что в этом году планируют провести там ремонт. Но сначала нужно решить вопрос с большегрузами, которые портят полотно. Подняли вопрос и поливом. Александр Аглиуллин рассказал, что в этом году выделят около 100 миллионов тенге на ремонт поливной системы западной и восточной магистрали. Задать свои вопросы Акиму города Александру Аглиулина могут все жители Балхаша. В городе установили 9 ящиков для жалоб и предложений. Обращение городоначальник рассмотрит на отчетной встрече 6 февраля. Ящики для писем установили в общественных местах. Из них три бокса в поликлинике номер 1, номер 2 и в центральной больнице. Еще по одному появились в Центре обслуживания населения в здании Казахтелекома. Обращение принимают до 5 февраля. Отвечает на них Аким будет на отчетной встрече с населением. Кроме того, вопросы горожане смогут задать лично 6 февраля во Дворце культуры в 11.00. В Балхашском политехническом колледже освободились места для обучения на гранте. 20 студентов, которые осваивают технические специальности в других учебных заведениях, примут на обучение в группы техник-металлург, электромеханик, аппаратчик, техник-механик. 14 человек дополнят группы второго курса, 6 возьмут на третий курс. Чтобы перевестись, студент должен обратиться сам, либо через запрос своего образовательного учреждения в учебную часть политехнического колледжа. Помимо документов учащегося, специалисты сверят разницу в предметах и прохождении экзаменов. Когда перевод одобрят, составят график, по которому разницу студент должен отработать. Заявки принимают до 4 февраля. При переводе у студента просчитывается разница в предметах. Разница не должна превышать более 4 предметов. Студент любого учебного заведения средне-технического может перевестись в наше учебное заведение, если он выберет нашу специальность. Болхажцы смогут пожаловаться на работу организаций, которые обслуживают многоквартирные дома и узнать, какие обязанности входят в перечень услуг КСК. В городском отделе жилищной инспекции заработал номер горячей линии. Принимать звонки горожан будут на номер 7-79-25. Телефон горячей линии работает в будни с 9 утра до 6 вечера. Жители могут обратиться по вопросам работы не только КСК, но и городского отдела жилищной инспекции. По всем вопросам, касающиеся содержания многоквартирного жилого дома, из них отопление, подача питьевой воды, канализации. Если в случае не решается на месте КСК эти вопросы, мы эти вопросы держим на контроле. В Балхаш пришли морозы и из-за низкой температуры сегодня отменили школьные занятия в двух сменах. Не пошли на уроки также ученики Астаны, Кустаная, Караганды, Тимиртау, Семея и Караганды. Сегодня утром в Балхаше было около 26 градусов мороза, а с ветром ощущалось как минус 30. При таких показателях уроки отменяются с 1 по 9 класс. При минус 35 занятий нет и у старшеклассников. По прогнозам синоптиков, завтра морозы немного пойдут на спад. В четверг и пятницу днем будет минус 3-5 градусов и снег с усилением ветра. Ночью 10-12 мороза. А после температура снова пойдет на понижение. 31 января и 1 января будут балхаши-осадки в виде снега с усилением ветра. Температуры значительно будут выше, чем до этого. 2-го еще, скорее всего, сохранятся осадки в виде снега. А уже потом 3-го будет выхолаживание и обратно понижение температуры. На трассе вблизи Балхаша перевернулось авто. Авария произошла в 14 километрах от города в сторону Алматы. Вызволить машину из кювета помогли спасатели. Никто не пострадал. Из-за наступивших морозов специалисты ЧС рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. Если вы все-таки собрались в дорогу, соблюдать несколько правил. С собой необходимо иметь аптечку, прочный трос, который пригодится, если машина завязла в сугробе, лопату, горелку или примус. Если в дороге застал бура, нужно плотно закрыть окна и двери машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Важно не допускать проникновения в кабину выхлопных газов. Нужно постоянно следить, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом. В экстренных случаях сразу звонить в службу спасения. Если вы попали в такую ситуацию, что остались на дороге, то в первую очередь надо сообщить в экстренной службе на номер 112. Главное обозначить машину на дороге, включить габаритные огни или фонарики в случае недопущения ДТП. К новостям спорта. Болгарский боксер стал двукратным чемпионом Казахстана. В прошлом году воспитанник ФОКО получил этот титул в младшей категории, а в этом среди старших юношей. Встречали победителя торжественной с цветами. 15-летний Яросел Ермек, первый воспитанник ФОКО, который стал чемпионом Казахстана. На соревнования в Усть-Каменогорске он провел 4 боя весовой категории 57 кг среди юношей 15-16 лет. Самой сложной оказалась первая схватка с боксером из Тараза. Его Болгарский одолел со счетом 5-0, как и Шимкенца во втором бою. 4-1 Яросел Ермек выиграл от раузского спортсмена и вышел в финал, где судьи единогласно отдали ему победу. Для меня самым тяжелым был первый бой. Соперник был очень сильный. В финале вышел против боксера из Тараза и выиграл со счетом 5-0. Очень рад. Это моя вторая победа на чемпионате Казахстана. Выступали три спортсмена из области, но в финал вышел только я один. Победа и звание чемпиона Казахстана принесли Яроселу Ермек место в сборной республике. В феврале он поедет в Алматы в центр олимпийской подготовки на двухнедельные сборы и будет готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в октябре в Дубае. После Василия Ужирова, вот считайте, с какого года, у нас не было чемпионов Казахстана именно по этому возрасту. Даже и по младшему не было. Вот это возраст, все у них сейчас уже начнется международный турнир, чемпионат Азии. То есть это уже резерв национальной сборной республики Казахстана. Это все новости на сегодня. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»